Влад, а в своей борьбе ты используешь так называемый шалу ласса, когда слегка накидываешь, просто как фрейм? Если честно, нет, я не использую, его очень хорошо Али использует, очень часто в схватках и реально неудобно. Я пока не почувствовал эту технику, то есть, честно, не применяю шалу ласса. Либо плотное ласса я применяю, как вот сейчас я показал, либо еще такой вариант ласса. Мне очень нравится, особенно когда человек стоит. Смотрите, когда человек стоит, очень сложно сделать какой-либо свип из классического спайдергарда или из классического лассо. Поэтому смотрите, какой захват я беру ногой. Я здесь захват срываю и забираю не просто лассо, я беру свою левой ногой вот здесь. Вот этот захват я использую, вот такой лассо. Что я делаю дальше? Я свою правую ногу вставлю на мат, перехватываю захват здесь на коралл, правой рукой начинаю тянуть и включаю движение левой ногой. И здесь я уже буду забирать два балла. Повторим еще раз. Здесь, когда человек встал, особенно с длинными рычагами, нам крайне сложно свиповать из спайдергарда или из классического лассо. А когда у меня такая ситуация возникает, я срываю этот захват, закидываю свою ногу в лассо, но моя пятка идет под дальнее бедро. То есть вот я беру захват здесь. А что происходит за счет этого? Я отключаю левое плечо, правое, точнее, плечо и левую ногу. То есть отключаю наискосок. Соответственно, ему так же трудно проходить гард в этот момент, потому что он по диагонали отключен. Дальше, если мне надо, я срываю правую ногу, вставлю ее в мат, дотягиваюсь до правого отворота. Здесь начинаю движение с правой руки, ввожу его из равновесия и дальше включаю левую ногу с левой рукой. Раз, два. Раз, два. Да, ему нечего выставить, потому что эта рука у него отключена. Соответственно, он делает поворот через правое плечо, мы его здесь фиксируем, не даем встать и забираем два балла. Влад, спасибо большое за техники. Также сегодня, перед тем, как мы все это здесь снимали, мы какое-то время находились здесь, и я слышал, ну, как ты объяснял девушке одной, как улучшать скорость принятия решений схватки. Если это небольшой секрет, не мог бы поделиться со мной и нашими зрителями.